Вот зеленовато-золотистый цвет, а имеем такой цвет, будем так говорить, заваренного чая. Но самое удивительное, на выселках оказалась и родная болгарская изба от винзавода Долна Баня. В аромате этого вина очень сильный посторонний тон, который я бы назвала классным тоном, который совершенно нетипичен для вин данного типа. Образцовый избой показала себя Кишиневская, произведенная заводом Института виноделия и виноградарства Молдавии. Зеленовато-золотистая, с цветочным мускатным тоном, с хорошим свежим букетом. А монастырские постройки от Люберецкого Рубина, от Владимир Дистиллерс и Ко, от Аромы и от болгарского завода Долна Баня делали не плотники, скорее сапожники. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России каждый четвертый страдает ожирением. У каждого десятого избыточный вес. Люди готовы избавиться от лишней тяжести любой ценой. Услужливые производители предлагают им велотренажеры. Домашние велогонки комментирует Елена Кипер. Производители велотренажеров обещают любую пышку превратить в стройную красавицу. Крути педали, сжигай калории, сбрасывай вес, улучшай фигуру. То, что с помощью велотренажера можно похудеть, это неправильно. Он не рассчитан на то, чтобы сжигать большие объемы жиров, бороться с целлюлитом и еще прочее. Сбросить лишний вес, крутя педали, можно только если их крутить со скоростью 35-40 км в час. По несколько часов в день в синтетическом гоночном костюме. Велотренажер разогревает мышцы, повышает их тонус. Занятия тренируют сердце, легкие нормализуют давление. Велотренажер готов принять наездника в любой физической форме. Для этого предусмотрено 10 уровней нагрузки. Принципиальное различие домашних тренеров в системе торможения. Тренажеры с ременным механизмом узнают по небольшому диаметру колеса. Даже если оно не снаружи, а внутри, обязательно из тренажера торчит хвостик ременного привода. Тренажер с такой системой торможения самого низкого класса. Ездит очень шумно и не очень гладко. Ремнем просто затягиваете как бы маховик, и поэтому получается неравномерная нагрузка. То есть при более большой нагрузке, скажем так, получается движение педали рывками. Тренажер с колодочной системой торможения – это машина с большим колесом снаружи и колодками по бокам. Он тоже шумит, но ездит без рывков. Эти две системы торможения быстро изнашиваются. Ремень рвется, колодки стираются. Более удобная магнитная система торможения. Она бесшумная, мягкая, плавная, беступенчатая нагрузка на педали. Магнитная система отличается отременно тем, что на маховик воздействует вихревое поле. То есть тормозится вихревыми токами. Магнитный тренажер почти вечен. Снашиваются в нем только подшипники маховика, педали и привода. Но даже на таком мышцы не накачать и вес не сбросить. Домашние велогонки для тренировки легких и сердца. Раньше Зайцев спасал дед Мазай. Теперь их жизнь в руках дедушки-эксперта горячей линией спрос и впрок. У непожелавшего представиться жителя Подмосковья выдался на редкость неудачный день. В электричке за безбилетный проезд его оштрафовала сперва одна бригада контролёров, а потом вторая. Имеют ли контролёры право штрафовать Зайцев по два раза? Вас не имели права оштрафовать два раза. Первый контролёр обязан был выдать вам квитанцию и взять с вас штраф и стоимость билета. Квитанция, выданная контролёром, является юридическим документом, который автоматически освобождает от второго штрафа в этом же поезде. Поэтому вы можете обратиться в администрацию вокзала с этими двумя квитанциями и вам вернут второй штраф. Программа «Впрок» не бросает друга в беде, особенно если друг отправляется за покупками. Помощь потребителю словом и делом мы оказываем регулярно каждый будний день по три раза. Утром в 6.50 и 8.20 и вечером в 18.15. Спасибо. До свидания. Страховая группа «Спасские ворота». Как за каменной стеной. Спасибо.